Приветствую вас! Продолжаем работу над нашим корабликом. Мы приняли решение прорезать здесь специальные отверстия, которые называются шпигаты, для того, чтобы вода, когда попадает на палубу, могла свободно вытекать обратно в море. Так как корпус был изготовлен из картона и шпаклевка тальк, разведенная из ПВА, то никакой сложности прорезка таких шпигатов не вызывает. Для прорезки используем вот такую дрельку. Эта дрелька была куплена в каком-то магазине для хобби. Она не очень хорошая, не очень удобная и плохой точности. Если посмотреть, то вот эти вот санги, которые здесь сделаны, они совсем не точные и не ровные. Поэтому, в принципе, это не такой уж важный инструмент. Чтобы прорезать отверстие, надо выполнить две технологические операции. Первая операция – это засверливание маленькой дырочки на уровне палубы и симметрично относительно другого борта. Следующая операция – это расширение этого отверстия. После того, как мы это отверстие просверлили, мы его расширяем, просто используя сверло как миниатюрный надфиль. Вот я сейчас его маленько расширил, так, чтобы можно было кончик уже нормального надфиля туда ввести. Ну вот, примерно после 10 минут получилось такое квадратное отверстие. Сейчас мы его еще маленько сделаем прямоугольным. И потом подгоним под размеры тех шпигатов, которые уже сделаны. Места, где были вырезаны шпигаты, покрашены. Корпус прошпаклеван еще раз. И я принял решение палубу покрасить тоже вот таким цветом. Верхние палубы торцы зашпаклеваны. Решил затонировать черным цветом и корабль, и все оборудование. Есть мнение, что кораблики надо красить кисточкой, а не аэрографом. Это из-за того, что кисть вроде как более лучше имитирует древесину, ее фактуру. Ну, не знаю. У меня просто аэрографа нету, поэтому ничего не могу сказать. И крашу кисточкой. Пока корпус сохнет, изготовим русление. Это специальные палки, к которым крепится стоящий такелаж и ванты. Делать будем вот из линейки, из деревянной. Я тут разметил, и сейчас отверстие сверлю. Замес того, чтобы накернивать, я продавил просто иголкой. Теперь отпиливаем. Вообще держать руками не надо, и надо держать при помощи какого-нибудь зажима. А то можно отпилить себе пальцы. Чего я боялся, то и получилось. Самые центральные русления получились слишком короткие по ширине. И поэтому ванты будут задевать за верхнюю палубу. Поэтому я решил их переделать. Растить надо на 2,5 миллиметра. Приклеил по месту. Теперь пусть нормально высохнет. Маленько лоханулся, надо было сначала дырки просверлить, потом красть. Но ничего страшного. Приклеил по месту. В��така. Так. Теперь вот такие вот тяги сюда переделаю. Я их тоже из линейки вырезаю. Сначала одну разметил и по ней режу остальные. Бодуша. 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 Человеку. Бонзажа. эту вот оху с черной краской и было принято решение из-за того что это холодный цвет его маленько затонировать тоже темно-коричневым всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки дальше будет интересней